Черная пятница на календаре. Звучит страшно, но, как уверяют маркетологи, никакой мистики в этом нет. Под таким названием в последний рабочий день ноября по всему миру проходит день внушительных скидок на всю продукцию. В торговых центрах продавцы обещают небывало выгодные цены, а покупатели сметают с полок товары. Готовы ли запорожцы тратить деньги, купившись на заманчивые предложения? И что по этому поводу думают психологи, выясняла Анастасия Кучер. Явление родом из США так бывалое, говорят о Черной пятнице. В свое время название акции дали американские бухгалтеры. Все потому, что в документации черным цветом принято было отмечать прибыль. А доходы в день благодарения были чуть ли не единственным шансом предпринимателей перепрыгнуть из минуса в плюс. Сейчас в Черную пятницу западные торговые центры пестрят вывесками минус 90% на все. В Украине и в Запорожье в частности дела обстоят скромнее. В местных магазинах скидки минус 30. Некоторые покупатели на ходу составляют план приобретений. Я так вот быстренько проворачиваю в голове идеи, что можно купить, пользуясь скидками. Купила я кофту. Вот, ну ее уже паковали в принципе. Ну не знаю, можно распаковать. Скидка хорошая, стоила 900 почти, сейчас 629. Управляющий магазином одного из всемирно известных брендов Максим рассказывает, в Запорожье Черная пятница проходит уже третий год. Это не маркетинговый ход, потому что маркетинговые ходы в основном проводятся точечно, так как это мировая волна. Вот, и не могу сказать, что она очень, например, полезна для прибыли компании. Это только лояльность для покупателей, не более. Явлением Черной пятницы уже давно заинтересовались и психологи. Ольга Ищук к таким акциям советует относиться спокойно. Скидки, которые встречаются в таких мероприятиях, как сегодняшняя Черная пятница, они очень заманчиво влияют на психику людей, на психологию. Каждому хочется верить в чудо, хочется получить подарок в виде какой-то дешевой вещи, в виде каких-то скидок. Поэтому организаторы таких мероприятий, как Черная пятница, и пользуются этим психологическим эффектом. Заядлым любителям скидок психологи советуют критичнее относиться к заманчивым, на первый взгляд, предложениям. Говорят, уберечься от ненужных покупок можно. Главное, заранее составить список необходимых приобретений. При этом свои траты не лишним будет записывать в специальную тетрадь. А еще специалисты рекомендуют рассчитываться в магазинах не картой, а наличными.